Всем привет, дамы и господа, с вами Калестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Warhammer 40 000 Battle Sector. На максимальном уровне сложности капитан. Спонсором данной серии у нас является Великий Магистр Грааля и 14-я миссия Соленая Биржа. Примарис, но я вижу differently в Карлиан's demeanor. Он grew from the salts of this moon. The memory of this place flows through him as strongly as his lifeblood. Almost as strong as his guilt. The lieutenant does not know that I've been listening to his voxcast with Captain Mortano. Some of my prior fabulous habits die hard. Emperor, forgive me. Indomitus becomes impatient for us to sever this network, as does the Blood Angels' logisticium. The crusade is comprised of millions of people. Their continued presence puts a unique strain on Baal and its inhabitants. The librarian Dreadnought updates our bearings through this factorum. I will continue to keep an eye on this brother Quindar. He speaks in half-truths at best. Yet our progress is entirely dependent on his ability to scry the synaptic nodes. There is something sinister these Blood Angels keep from me. They choose their words carefully whenever I'm in earshot. If they did not have the Great Angel as their sire, I... I would have difficult questions to consider. Yeah. Yeah. А что бы ты им сделала, какие-то решения принимала бы. Они бы тебя раздавили только одним своим грозным взглядом. Итак, 1440 у нас очков на разворот. Это уже весьма неплохо, учитывая, что нам придется испытать сегодня молоток новой Корлеона. 6 наград мы получим. 6 жетонов и неких библиариев. Причем это уже будут не дредноуты, а именно... Люди. Если соль — это кровь Баалфоры, то соляная биржа Кемриндера — это ее замученное сердце. По местным тоннелям бесчисленные торговцы беспрестанно гоняли минералы и песок. И какая бы тьма ни поселилась в факторе, ее нужно изгнать навсегда. Крестовый поход Индоминус не сравнится по размерам с флотом Ульем Левиафан. Но все же его тень застилает всю систему Баала. Никто не смеет сказать дурного о верном сыне Императора. Но само присутствие Геллимана замедляет восстановление Баала. Эти ресурсы приходится делить между системой и флотом Крестового похода. Ну давайте посмотрим, что с заданием. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Итак, давайте поменяем оружие сразу к Корлеону. Молоток. 1643 нам надо убрать на 203. Отряды. Ну, можно сразу убирать традиции агрессоров. Скоро от одних нам придется полностью отказаться. И еще... Блин, здесь уже четко-то не уберешь. То есть надо убирать заступников будет. Ну, практически, то есть 2 очка из-за этого молота мы тут вровень уже никак не влезаем. Вполне неплохой состав. Интересная... Карта. Опять очень много мелких построек. Похоже на какой-то гигантский базар, рынок. Со стимпанкскими. Урбанистическими постройками. У нас даже тут смогли затесаться. Изничтожители в этот лимит. Ну, нормально там. Посмотрим, кто сейчас... Нам будет предстоять. Уничтожь тиранидов на соляной бирже. Довольно... Легкое задание. Никаких изысков. На самом деле, карта-то... Я бы не сказал, что уж и большая. Средних размеров. Ну, а сколько их влезет? Это явно не рекордное число здесь будет их. Так, Корлеон, чего у тебя хоть замолк? Нормальный молоток. Можно гвозди заколачивать. Здесь, так сказать, пригодится. Так, надо... Сделать превьюшку будет. Только вот как бы тут поймать ракурс... С Корлеоном. Пойдешь с этим молотком на превью, наверное, ем. Такс, ну что ж. Давайте начнем с... Еще стоят, нас ждут приятели. Нам мы сразу двоих вот сейчас зажарим. Они отлично стояли. Я сразу их приметил. Инсепторы ждут, чтобы лодж. Моги от сверху. Сверху их номера. Они не будут нас повредить. Без хранили. Технику пробрасываем вперед. Технику пробрасываем вперед. Моя мощь у тебя, чтобы предупреждать. Что ж ты зафокусил-то их? Сверху. Сверху. Слушай, там хоть гармоганта они могут И прыгнуть на На лэнд спидер Мы им прыгнуть не дадим Так вот никого не забыли Давай Отбите Сейчас мы вас встретим здесь Хлебом, солью и болтером Они даже не попытались сблизиться, видя сколько здесь стоит войск Изничтожителям явно надо попрактиковаться в стрельбе со снарядами мимо Так, пока что немного целей Засветилась Тропы, в общем-то можно Особо никуда и не двигаться Мы просто дадим им возможность совершить ошибки В моем честь Слышь ждет Ой-ой-ой Слышь 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 Крыленый достанут Не достанут Проверим его молоток на них О да Вот это мощь Да шеж такой-то это, как не сдох Перехвалил, видите, молоток Но а это не крупная цель одна То таких трое виномтропов А распилился урон И все, что будет остаться от вас, это стейн твоего спиртного венера. Сегуидиус смотрит на нас. В каждом шаге я вижу в небесах. Победа принимается! Мы в целом стоим, продолжаем, ждем. В любом случае они прибегут. Куда торопиться? Мы заняли позицию. Удобную. Сколько? Сколько? Удобную. Ладно, если гора не идет к Гамету, значит, Магомет этот Гэри. Шумон, ты справа фланга не будешь. Не стоит забывать про такие нюансы. Мы уйдем на них с правильным фурой. Геллобласты, awaiting target. Аффирматив. Геллобласты, awaiting target. Смерть. молоток себя уже очень проявил корлеона одной крупной цели он конечно несет урон еще больше но в целом неплохо не в общем не добил 2 вином трупа урон прошел все детские 38 37 там был крат пока в общем-то довольно тихо и самое главное здесь видите нет счетчика сколько надо убить количество не движок конечно отрисовывает отличную графику здесь ничего не говорил и хитерочки которые там значит вещает что графон здесь хуже чем в первом вархаммере но я не знаю это вообще просто смешно читать и движок у игры unity с невидимости прямого указания информации об этом нет вообще нигде но я говорю что нашел файлы которые отвечают именно за юнити вские возможности там напрямую написано упоминание об этом движке в папке самой игрой можете посмотреть у кого она есть если не верить кто-то писал что движок unity довольно таки старый ну да действительно но у него вышло огромное количество модификаций и например humankind который буквально да он вышел стратегия позиционирует себя как прямой конкурент цивилизации глобальная масштабная пошаговая на движке unity для тех кто не в курсе так что игра на нем делают до сих пор и делают игры с очень приличной графикой единственная проблема это движка в том что в 99 процентах случаях очень хреново оптимизируют игры на нем делают делают классные эх такую бы графику вновь 4 но были бы большие перспективы но куба на я аж и и и и и и и по спине побежали и и и и и и и и а и и а имея и rya он так арияна понеслся не достали кстати раз начали разговор о юмкенде будут вопросы будешь ли ты его проглядеть у меня игра есть мне ключ дали но я пока честно говоря не играл я запускал что он работает вроде бы как бы но все это ограничилось 15 минут прежде чем его снимать надо хоть чуть-чуть поиграть разобраться в перспективе да планирую его проходить что-то очень легко пока что-то очень легко я бы сказал даже неприлично и чем дальше ты проходишь тем легче становится что что лимит все больше и больше становится войска все мощнее и мощнее а противники ну ничего особого противопоставить то и не могут это печально надо было делать либо больше либо мощнее посмотрим что будет дальше то есть эту игру точно не забросят вот как это было с домом третьим здесь все намеченное будет реализовано тем более она отличные оценки набрала в отличии от третьего у него 90 с чем-то процентов в стиме и 100 она в общем-то неплохо продалась для проекта практически инди класса так что ее будут доделывать и я думаю что дорожную карту они выполнят с новыми расами новыми компаниями новыми картами новыми юнитами поглядим возможно что-то перебалансирует смотрим как будут другие фракции в общем-то реализованы и будут ли за них вообще компания отдельные тоже вопрос как они будут добавляться пока досконально неизвестно да преодолеть такую массу космодесанта может только раз в три большая масса тиранидов и дело тут не столько в интеллекте а дело в том что их просто мало их на конкретном пространстве должно быть больше и вообще я жду по вархаммеру игру наподобие the abelions такой своеобразный tower defense в котором у вас будет возможность строить базу и отбиваться там о том тех тиранидов или орков например играя за разные факты за даров за смысл за гвардию шикарная компания бы получилась на самом деле представить вархаммер в мире сорокатычник в мире the abelions было просто бы невероятно учитывая кстати что воинов да и били у нас похоже солдата на космодесантников очень странно что никто так быстро не додумался сделать нечто подобное что большое количество ресурсов это в принципе не потребовало что есть пример да и били он с которой отлично продался и в общем то вторая часть там сто процентов будет вопрос в том только когда там все намеки на это есть концовка даже об этом говорит что это только начало что что странно что варх не делают в этом сеттинге что есть пример того что игра купилась и принесла доход если уж так сильно деньги интересует понятно любовь к прекрасному это замечательно я имею ввиду к к играм но кушать хочется как говорится всегда вкладывая деньги ты хочешь их отработать ты знаешь что ты их отработаешь поэтому никто лишний раз рисковать не хочет начинает делать заведомо потенциально провальные проекты не не я не 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 надежда с не 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 ничего с них не получит, кроме приятных впечатлений. Насколько им жалко было бы денег на все это дело. Но так же разработчики не хотят в никуда делать инвестиции. Не будучи уверены что они окупятся. Блин, как много отрядов. Капец. С теми надо сходить. Я не думаю, что эти пацаны добегут сюда. Остальных просто на Overwatch поставим. И так сойдет. Субтитры создавал DimaTorzok даже не могут куда идти. Да, им надо как-то было перебабироваться по-другому, чтобы они, видите, не выбегали по два-три отряда, чтобы выбегали сразу на десятка, там полтора-два. Это было бы достаточно сложно. Они находятся довольно далеко друг от друга и не могут сгруппироваться. Мы идем просто единым строем и расстреливаем заход всех, кто в поле зрения находится. Потом выбегает еще такая же куча и так же она разбирается. Они не могут... Вот сейчас вот более-менее выбежало достаточно прилично. Не могут они, кажется, сгруппироваться в... В одном месте. Такси Хароя плюс 50. Зажарить мы можем только один. Бойогомат. Отряд. Продолжение следует... Продолжение следует... В общем-то, Хуан предрекал, что новое поколение выйдет с 4080 и так далее. Только в 22-м году, в конце, или даже в 23-м. Теперь, по информациям инсайдера, возможно, они выйдут, говорят, даже весной 2022 года, либо летом. Что-то я этому очень слабо верю. Учитывая, что они никак не могут наладить выпуск даже 30-й серии. У них не хватает мощностей на чипы, а тут уже выпускать 40-ю, это полный, на мой взгляд, бред. Не думаю, что карты выйдут новые до конца 2022 года. Да и толку-то, что-то они выйдут, но геймеры их не увидят. Тут же опять майнеры все разнесут, и когда они появятся, нам будет уже раз в 5 выше, чем рекомендовано. Да и, кстати, мне характеристики у них начальные не нравятся. Там, например, 4080 энергопотребление на 5-нанометровом чипе 400 ватт. То есть скоро будут продавать видеокарты вместе с небольшой электростанция. Геймер. С такими темпами, пока гейминг, скоро будет рип, на мой взгляд. Дома с выше! Восправляющий таргет! Так, ну, в принципе, к Орлеонам можно перепрыгнуть. О, ну, кстати, можно еще один выстрел сделать. Моя фурика укреплена. А, ну, можно так. Фраг-бомбардмент начнется. Когда не достаешь огнемета, можно выстрелить ракетницей. Коэр-леон. Да, я мог бы попробовать его добить молотком. О, тут слишком что-то много. Страждущих. Еще и на вервочке собаки стояли. Давай проверим по одной цели. Не добил 10 хп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да офигеть он как пробил-то. Ты посмотри. Это-то я прыгнул. Не знаю, как на зло брата это урон не достается. И урон он нанес не такой уж и большой, я бы сказал. Что-то больше продамажить. Я бы мечом с него сбил бы в районе 50. Тут было 100 с небольшим. Опасная ситуация. Коэр-леона могут очень здорово отрядиться. Часто отступает. Всегда готовы. Всегда vigilante. Моя задача остается. Ну, он не погибнет, конечно. Окончательно. Окончательно. Ну, может быть, ранен. Но бы не особо... Не особо бы этого хотелось. Они будут бояться, чтобы спрятаться близко. Чаевые войны... Если я буду с королевом вкусить, это будет очень плохо. А, у нас же есть бомбежка в этой миссии. Я про нее опять забыл. Получен. После предыдущих, где мы не могли использовать... Грозового ворона. Грозового ворона. Ой... В принципе, неплохо и по... Ленд-спидеру отстрелялись. Мне показалось, что они будут по королевому стрелять, но нет. Очень удачно встали. Тут удачи-то можно будет накинуть. Обана. Бомбардировочку, а не так уж, что мало. Так, хоро стрелять. Что-то не хватало. Чтобы ленд-спидер подбили. Чем ближе мы подходим к этому рынку, тем больше убегает тиранин. Да, вот и тут. Прилично их вылезло, и нас пытаются типа окружить. И проверим молоток. Ох, какой у него рейш на этой, посмотри. Нормально, он бьет дальше, чем бил цепной меч. Даже это... Делает его очень полезным. Так, короля, он теплый. Чтобы отойти, честно говоря. Так, шо мы имеем? Термоганты? Да. Главное, с приоритетами определиться. Горлеон. Да. Че? Почему я не могу использовать? А-а-а! Нет ни одного очка действия. Это плохо. Подойти и зажарить, но потом... Фуриоза уже никуда не уйдет. Проблема. А-а-а! А-а-а! А-а! Терфигон! Продолжение следует... Так, у нас, кажется, большая проблема. Тервигон. 400 хп, 8 броня, минус 40 планения. Три клетки может пройти. Синоптический лидер. Плюс 50 единиц здоровья за ход. Урон рукопашный 25%. Закончить за один ход. Я так понимаю, он может производить тиранидов, что ли? Судя по его брюху. Как матка ходящая. Ладно, мы на него посмотрим. Возможно, он будет на превьюхе тогда. Посмотрим уже с следующим ходом. Так, а что у него за оружие встретить? Огромные круши когти. Не бойся здесь. Ну, короче, он в ближнем бою как-то может драться, походу. Не больше, не меньше. Для нас он не дойдет. Все, как влажно. Синоптические лидеры. Все, как влажно. Ешка тык. 150, 200. Да, слушаю. Что-то дело пахнет керосидом. Продолжение следует... С основной целью... Задания... Зажарить, хотя бы так... Тоже неплохо... Тут надо подумать... Довольно их много, плюс он сейчас кого-то там родит... Плюс он сам по себе неплохо и бафает... Так, ладно, с этим мы разобрались... Термаганты, Генократ... Ладно, более-менее... I defy their existence... Ты ублюдок... Смотри, прострелил через... Агрессоров... Усильные синоптическим лидерам... Чуваки представляют реальную опасность... 200% урона... Ну, Генократы, наверное, не добегут... А вот термаганты могут здорово тут стрелять... Ох, как хорошо-то все... Все прямо в бочку... В стену... Это по-нашему... Я должен разобраться! Все не доставим... Ну, эти уже сверх лимита сходили... Ну, эти уже сверх лимита сходили... Нехорошо. Ты не прикалываешься. Охренеть. У Квиндара проблема. Так, нет, вроде он никого не родил. Просто блеванул. Да хорош. Солочка будет интересная. Ну, сейчас мы их тут зажарим по бурикам. Так, значит... Что мы имеем? Такой у нас расклад, такая диспозиция. Корлеонова похилить надо, импульс плюс 30. Текая не достаю. Так. Корлеон, кстати, сейчас ударится. Отлично, можно пробомбить. Напрашивает. Продолжение следует... 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 Все это слабо Я не знаю, что это слабо Ладно, Хэнстон. Я буду отходить, если ударят генокрада. Но у них нет усиления. Странно, синоптический лидер вроде стоит рядом, а усиления нет. То есть вот все, кто в этом радиусе, по идее его должны иметь. Но имеют его не все. Товарищ Дэданас уже может, в общем-то, дойти, если что-то. Ой, я не забыла про этих-то генокрадов. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дмитрий Данас! классика жанр 4 хп осталось 7 хп когда вы смеетесь Так, что нам это подает? В общем, к Виндару надо отсюда уходить как можно дальше Тварина мелкая Короче осталось кучи недобитков Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Пробуем нести урон по большему количеству отрядов ДимаTorzok 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 Следоваться ДимаTorzok ДимаTorzok Дисплец ДимаTorzok ДимаTorzok Катрин importance 2 3 ИГ, ХП Крайд TOA dlaorse Гранаты по ним вообще, можно сказать, не заходят. Кстати, вот этих генокрадов полностью убирать не стоит, потому что они перекроют ему путь, и... Кайя, в общем-то, стоит, мешается. И этих я тоже полностью сбивать не буду. Ну ладно. Да, вот крыльон, в принципе, может его молотком приложить, и... Брат Квиндар. Это будет уже только следующий ход. Блин, что-то происходит. А, да, вот он родил кого-то там. Термоган. Большой урон они не нанесут квадредом. Хотя, как сказать... Ну, видите, просто мешают друг другу, пролезть не могут. В узком месте. Вот он пошел. Этим ходом он должен быть уничтожен в любом случае. Блин, который сейчас ответным ударом не прибил. Сомбак. Это опасно. Может, даже и не одного. Что, я весь отряд что-то положил? Ах ты, падла. Убили весь отряд, и, возможно, какие-то бонусы нам сейчас обломятся после этого. Ну все, ты труп. Кусок долбаного дерьма. Шутки кончились. Сомбак. Не застрелился. Не застрелился. Не застрелился. Не застрелился. по идее надо вот этих вот жарить два отряда фуриоза потом получит эти он еще сможет раз сейчас зажарить три отряда получим усиление сначала получим контратаку сделаем вот так отомстили сейчас мы еще одно действие берем и жарим вот эти да фуриоза очень полезный с огнеметом вещь а хилить теперь уже в общем то никого долбаный недобиток мешается конечно плохо анти грамп рэдд сангвиниас так порани у него ну хватит чтобы сдержать бог не особо слава 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 футбốt ланспееда при высоте к ланг ланг г м г Their death is our own function. The blood is troll. Do not falter. My vigilance is eternal. Всё, готов. Осталось всего три отряда. Да, жаль, конечно. Перехватчиков, они ещё опытные, скорее всего, были. Мразь. Кто-то мог подумать, что они за вкусят именно их. Их имена... Скорее всего, опыт у них был семь. Войдут в аналы истории. Не пришлось выстрелить. Где ещё два отряда? Не знаю, где они, но где-то здесь, поблизости. Мы его защитимы. Мы его защитимы. Каждый армор ждёт твоего хордая. С силой! Отчёт. 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 Их имена. На каждого папшего брата. Ждем где-нибудь там. Засветится. Справа где-то. Войны скорее всего. А нет даже. Где нам тропа? А где еще? А еще неизвестно где. Блин, далеко. Ну я даже к ним не пойду, мы просто встанем сейчас и будем. Я готов к хелму. Мы не будем их ждать. Просто ждем. Просто ждем. А не с той стороны два отряда. Справа были. Ну, миссия в целом довольно, все равно легкая была, несмотря на потери одного отряда перехватчиков. Мы просто завкусили и все. Эти перебафанные ублюдки на синаптической сети. Но в целом, в принципе она была пройдена очень уверенно. Никакой серьезной опасности для армии не было вообще. Хеллоу бичи, как у вас тут жизнь не молодая. Хеллоу бичи, как у вас тут жизнь не молодая? Маличи. Готов принять здоровых императора. Готов принять здоровые императора. Мы, в Санкт-Петербург, с Санкт-Петербург. Выпаясь в течение дня, братцы. В Санкт-Петербург! В Санкт-Петербург! В Санкт-Петербург! Ну, в принципе, неплохо, мы получили 11 суммарно жетонов. Дали 5, может быть, если не потеряли бы отряд, дали бы 6, а может быть и не дали, не знаю, какое здесь максимальное количество. Но, тем не менее, все равно неплохо, неплохо. Хотя эта награда не возродит отряд опытных перехватчиков. Жаль, жаль, потому что, возможно, их придется нанимать отряд еще обычных. Без усилений на криты. Так, Орлеон, да, давайте посчитаем, сколько их всего было. 16, 20, 24, 36, 37, 40 их было. Ну, это далеко не рекорд, но, в принципе, немало. Гармагантов 6, термагантов 10, винамтропов 4, воинов 4, генокрадов 12, тервигон 1, шпаспинов 3. Королеон в ближнем бою троих убил своим молотком. В принципе, молот. Ну, я бы не сказал, что сильно пригодился, но тут, как бы, одиночных целей это было не так уж и много. Просто Королеон с ним себя чувствует как-то увереннее. Одним ударом может достаточно много снять, но вот у тервигона он снял там 100 с небольшим, в принципе, у шпаспина примерно столько же. Ну, в общем, за два удара он где-то 230 снимет, в лучшем случае, с таких бронированных мощных. Ну, неплохо, но он их не заваншотит, конечно. При минимальной поддержке, да. Можно еще меч дать, в общем-то, истине, когда они будут вдвоем пробивать, и на пару уже будут. Крупную цель, в принципе, может быть и ваншотить за один ход. Без подключения дополнительных юнитов. Айтура двоих застрелила на дистанции. Карагенак с одного на дистанции. Квиндар одного. Истина двоих. Заступники один на два. Один. Лендспидер, Торнадо троих. Перехватчик два. Хищник балл троих на дистанции. Перехватчик одного. Заступники еще двоих. Изничтожители одного. Ну и Фуриоза одиннадцать. Фуриоза самый полезный юнит, наверное, с самым огнеметом. Агрессоры добили один отряд в ближнем бою. Сестры битвы один отряд. И перехватчики ноль. И погибли, к сожалению. Ну что поделать. Война. Солдаты на войне гибнут. Так, что тут за задание, которое от нас скрыто. Эпоха багрового рассвета. Кстати, заметил, какие-то эпохи будут сменяться. Это намек, наверное, на следующие DLC-шки. Я так понимаю, что сейчас эпоха багрового рассвета. Потом будет какого-нибудь багрового заката. И мы будем играть, возможно, и даже не на Луне, а на основной планете в DLC. Возможно, на другой стороне Луны будем играть. Не знаю. Тут пока непонятно. Битва за явление ангела. Так, нам надо бы отряд заменить. А, у нас заступен как раз вот гиблиарий. Ну вот, на самом деле, один отряд перехватчиков как раз у нас откинулся и освободил место для гиблиария. Смотрится он достаточно солидно. Так, прям, могучий воин со здоровенным тесаком, мечом. Силовой броне. Не 180 очков здоровья. 210 очков на разворот. Не жирно ли для него будет оружие? Превосходный болт-пистолет. Ну, обычный пистолет, силовой меч. Ну, он может и в ближнем, и в дальнем бою. Чё-то у него какие-то усиления есть. Видение ангельской ярости. Призывает образ сангвиния, вселяющего в врагов страх. На 20 снижает импульс всех врагов. Дальше двух клеток. Наносит 18-25 единиц психического урона всем врагам не дальше одной клетки. А как этот психический урон отражается? Он, типа, ну, как бы, физически-то переходит. То есть мы его увидим или как? Снижает импульс на две клетки, на 20. Учитывая, что мы не знаем, есть ли вообще у компа какой-то импульс. Потому что мы его, как бы, особо-то не ощущаем на себе. Но снижает и снижает. Ладно, мы его возьмем, посмотрим. Плохая озвучка. Идет он к командирам, но он не бесплатный. Не бесплатный. Давайте-ка мы берем вот этого чувака. И так я поставлю еще перехватчиков неопытных. Пока вот так. Потому что агрессоров мы в любом случае не берем, два отряда. Я точно убрал неопытных? Да, я убрал неопытных. Значится так. Что мы будем качать? У нас 12 очков есть. Вопрос хороший. Корлеона, может, пистолет вообще укомплектовать полностью? Правда, всего одна атака. Базовый урон 30-40. Если промахнется, уйдет все в молоко. Ручной огнемет. Штурмовой отряд. Нам нафиг не надо. Плазменный истребитель-перехватчик. А, слушай, у нас он прокачан, мы им оружие не меняли. Но, в общем-то, он тоже стоит денег. Стоит очков на разворот. Ну, у Корлеона, в общем-то, все есть. Смотрим дальше, что здесь. Шум и качели. Двигатель Люцифер, хищник балла. Движение. Точность в дальнем бою. Огненная, шторм, пушка, хищник балла. Атаки 20, базовый урон 4-6, огонь. Бронебоинность 3. Что-то про эту пушку писали, что она прям там жестко всех сжигает. Можно было ее прокачать. Так, дреда, 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 дреда. Тут все закрыто. Клонения действуют. Библиарий. Крылья сангвиния. Движение плюс 2, игнорируют штрафы. Перемещение. Замес не вызывает встречи на атаку пистолетом при рывке. Библиарий плюс 40 на воина. Бросает копье, которое способно... Так, наносить урон всем врагам на пути к цели. Максимальная давность 2 клетки. Но есть 37 разрывного урона. Кстати, неплохо. Наносит всем врагам. То есть, по идее, он должен целый отряд повреждать. Ну, туда мы не пройдем за один ход. Это явно. Истина, истина. Так, истина. Меч. Адептаса, аролитас. Урон плюс 30. Одно очко действия. Срабатывает, сверяется 10%. Когда юнит убивает вражеского воина. Чаще одного раза за ход урон плюс 30%. Но истина на самом деле тоже особо не пользуется ближним боем. Она в основном как баффер идет. Так, получается, здесь у нас 3 очка, 7. О, как раз 12, кстати, будет, смотри. Так, двигатель Люцифер. Движение плюс 2. Стабильность дальнего боя минус 10. Перезарядка 3. Точность дальнего боя плюс здесь шанс критического попадания плюс 5%. Эти старые бочки сами куда хочешь попадут. Это больная точка в отношении Кровавых Ангелов, Адептус Механикус. Видите, все четко подходит, значит, пушку надо купить. Не многие выставят против потока очищающего пламени. Вопрос в том, это оружие, кстати, сколько стоит в развороте. Так, хищник. Ща глянем. 90, офигеть. Атаки 80. Ну, по сути, короче, это типа огнемет, что тяжелый, я так понимаю. 20, 20. Базовый урон 4, 6. То есть, как Фуриоза, он должен сжигать на несколько клеток подряд. Так, у него урон, по-моему, еще выше, чем огнемет. Я так больше. Так, Фуриоза, ну к секунду. Тяжелый огнемет. А так 10, а нет, у него урон выше 6, 9. Но у него меньше атак в 2 раза. По идее, кстати, он стоит в 2 раза дешевле разворот. По идее, тот огнемет даже больше может нанести эту пушку урона, чем у Фуриоза суммарно. Ну, короче, посмотрим, что там с очками будет, как мы сможем все это купить, развернуть, повернуть. Как мы это в библиаре с собой возьмем, и будем ли мы вообще его брать. 210 он стоит, но, как по мне, за 210 мы можем взять что-то более. Вон, еще один лучший хищник взять, чем это в библиаре. Я не вижу у него большого смысла. Но пистолет для добития, ну меч, ну и что, бронебоинность 8. У него хп мало, брони у него тоже, я думаю, мало. В общем, пишите, что думать по поводу библиаре, лучше его взять или танк. В следующей миссии просто накатить за место каких-нибудь заступников с двумя единицами опыта, вот, например, вот этих вот, убрать и поставить еще один хищник. Пишите, посмотрим, так сказать, рассмотрим ваши предложения. Если серия вам понравилась, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, вступайте в группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии на тему различных юнитов, что вы предлагаете взять в следующем задании. На сегодня все, с вами был Крестоносец, всем удачи, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok